Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощникам скорбек невинам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Один знакомый рассказывал историю, когда путешествовал по Соединенным Штатам Америки, и нужно было остановиться в одной гостинице, а дело было уже то ли очень поздно, то ли уже очень рано. Часа в три ночи приехали на машине, вся стоянка была занята, и было одно-единственное место, ну, там, с инвалидным знаком. И он для себя подумал, ну, в три поставлю, в восемь заберу, там, все равно ночью никого нет, никому не помешаю. Я поставил, утром приходит, а на лобовом стекле лежит чек на 300 долларов за нарушение правил парковки. То есть сотрудники гостиницы на ресепшене, они увидели, что человек перепарковался. Они сходили, позвонили куда следует, приехали специалисты и, в общем, опечатали. И для русского человека это кажется, ну, каким-то просто, ну, у нас разные менталитеты. Может, конечно, мы как-то к этому скоро приравняемся, потому что вот эти камеры, вот это постоянное друг за другом наблюдение, там, постучать. Но там, как бы, в той культуре, это просто воспитывается. Воспитывается изначально, что нужно бдить, нужно друг за другом следить, если что-то не так, нужно просигнализировать. И такое, ну, как бы, полицейское государство, то есть каждый друг за другом круговая порука смотрит. У нас на Руси всегда воспитывалось по принципу, как Николай Александрович Романов, в своё время сказал доносчику первый кнут. То есть если человек приходит и начинает на кого-то что-то рассказывать, а вот он, а вот я видел, или мне сказали, этот человек в первую очередь и получал, потому что это недопустимо, недопустимо предавать своего товарища. И вот так мы в школе себе вели, даже если кто-то набезобразничал и начинается какая-то разборка, ничего не видел, ничего не знаю. Сам в совершенных летах его спросите. То есть как-то это было принято, что сам погибай, а товарища выручай. Что нельзя, нельзя сдавать. Есть у нас один из проектов, в котором, ну так же дети собираются, и всякое бывает в детских взаимоотношениях. Но есть меньшее зло, есть великое зло, есть проступок. Ну, когда человек, может быть, там что-то сделал поперёк другого, как-то обидел его или выругался, всякое бывает. Но больше грех всегда на том, кто приходит и сигнализирует, потому что из такого человека потом вырастают предатели. Доносчику первый кнут. И особенно в детях очень важно вот эти ценности формировать, что нельзя, нельзя предавать, нельзя ябенничать. Потому что где ябенничество, там всегда и клевета, поскольку мы же как бы изнутри себя смотрим на ситуацию. И человек очень часто желаемое за действительное выдаёт. Он видит то, что ему хочется, особенно если есть какая-то неприязнь внутри, или зависть, или осуждение. Ни в коем случае нельзя поощрять ни в детях, ни во взрослых. Вот это отвратительное качество постучать на ближнего своего. Если человек при отсутствующем третьем про него говорит нехорошо, то это недобрый человек, ненадёжный. Ему нет доверия, потому что если ты будешь отсутствовать, велика вероятность, что он и на тебя что-то будет сигнализировать. Ну а кривое око, оно всегда найдёт, за что зацепиться в жизни человека. Дай Бог, чтобы мы сохраняли вот этот русский менталитет. Понимать, что есть вещи недопустимые, ни по-человечески, ни по-божьи. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!